Коллеги, всем доброе, прекрасное утро. Меня зовут Василия Плеханова, я руководитель проекта СИФО Кафе Финтак Стоп, организатора профессиональных онлайн-событий. Друзья, сегодняшний вебинар мы проводим совместно с одной из сильнейших аудиторских компаний, компанией ProAvest Audit. И, как вы знаете, мы ежемесячно с вами встречаемся, чтобы обсудить самые актуальные вопросы. Тема сегодняшнего вебинара, друзья, касается применения новых ФСБУ. В 2022 году многие компании, уже ваши коллеги, перешли на них, и аудиторы видят, какие ошибки, популярные ошибки совершают ваши коллеги. И вот сегодня мы решили подготовить этот вебинар, чтобы помочь вам избежать этих ошибок на вашей практике. Я рада передать сейчас слово Виктории Варламовой, руководителю отдела Консалтска и главному эксперту по бухучету и налогобложению ProAvest Audit. Виктория вам подробнее расскажет. Добрый день. В сегодняшнем дне, да. А я со своей стороны, друзья, напомню, что у вас есть прекрасная возможность задать сегодня ваши вопросы нашим спикерам и получить на них ответы прямо сегодня. Виктория, я рада передать вам слово. Друзья, желаю вам полезного мероприятия. Спасибо. Еще раз всем добрый день. Я сегодня лишь буду модерировать сегодняшний вебинар, а проводить наше мероприятие будет Ольга Легонькова. Это директор по развитию и главный методолог компании ProAvest Audit. А я буду помогать Ольге, я буду смотреть ваши вопросы, озвучивать их Ольге, чтобы она не отвлекалась. Но прежде чем мы начнем вебинар, все-таки хочу сказать несколько слов о нашей компании, компании ProAvest Audit, чтобы вы понимали, какую компанию мы представляем. Компания ProAvest Audit на рынке аудиторских услуг более 16 лет и по рейтингу RAEX мы занимаем 15 место в рейтинге крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний. Мы проводим и обязательный инициативный аудит, оказываем консультационные услуги и представляем интересы налогоплательщиков в налоговых органах и в судах. То есть у нас вот такой обширный комплекс услуг, комплексная поддержка налогоплательщиков. Но, как сейчас модно говорить, фишка нашей компании – это проведение системно-комплексного аудита с расширенными финансовыми гарантиями. То есть когда мы проводим не просто финансовый аудит, а особое внимание уделяем налоговому учету и даем гарантию от налоговых претензий на 3 года. То есть если вдруг наш проверенный период, по нашему проверенному периоду налоговые органы что-то доначисляют, мы предоставляем наших налоговых юристов, которые представляют интересы налогоплательщиков в налоговой инспекции. И если вдруг отбить доначисление не удастся, компания Ингострах компенсирует штрафы и пенни. Вот такая у нас есть интересная услуга, и я чуть позже о ней еще чуть подробнее расскажу. Но пока у нас сейчас другая тема, будем говорить. Мы сегодня будем обсуждать популярные ошибки, которые аудиторы наши обнаружили уже при проведении первого этапа аудиторских проверок. И я думаю, что таких немало. Вот сегодня Василя, можно сказать, оговорилась по Фрейду, большинство компаний перешли на новое ФСБУ. Наверное, Ольга, это действительно так. То есть на самом деле все должны были перейти на новое ФСБУ, но практика показывает, что не всегда этот процесс гладкий. И помимо, наверное, ошибок, которые находят аудиторы у тех, кто, конечно, перешел на новое ФСБУ, потому что компания подлежит аудиторской проверке, есть еще ошибка, что и не перешли на новое ФСБУ. Ольга, как никто другой, знает, что там происходит. И я передаю слово Ольге Легоньковой. Мы сейчас поговорим о том, на какие моменты нужно обратить внимание при применении новых ФСБУ. То есть учимся на чужих ошибках, проверяем свой учет. Ольга, Вам слово, пожалуйста. Да, да, спасибо. Всем добрый день. Добрый день. Мы сегодня с Вами будем обсуждать тему ошибок. Тему такую... Конечно, я поддерживаю своих коллег, что, конечно, все должны были перейти на новое ФСБУ, но, к сожалению, это далеко не так. И многие компании еще разбираются, и многие еще пытаются понять, как все-таки это сделать. Потому что отчетность еще у нас впереди 22-го года, да, еще время есть. Поэтому мы с Вами сегодня вместе попробуем разобраться. Такие бывают самые распространенные ошибки. Вы, пожалуйста, задавайте вопросы. Я это приветствую очень сильно. Вместе с Вами будем разбираться. Если у нас уже есть какой-то опыт, поделюсь обязательно этим опытом по Вашему конкретному вопросу. Если нет, будем с Вами логически рассуждать, думать, что сделать. Поэтому вот так, я запускаю демонстрацию. Викторию попрошу только сказать, если я вот так сделаю на весь экран, будет ли хорошо видно? Так, давайте, я смотрю. На весь ли экран сейчас получил? Пока не на весь, нет. Ну, понятно. Значит, тогда прекращаем. Нет, если Вы хотите на весь, то нужно сделать слайд-шоу сначала. Да, я сейчас сделаю по-другому. Я сейчас сделаю по-другому. Давайте вот так тогда. Вот так. Вот так замечательно. Теперь давайте проверим, на всякий случай, листается ли. Листается, все отлично. Все, замечательно. Все отлично. Если что, я буду смотреть. Хорошо. Так, да, поэтому давайте сегодня ошибки. Я собрала самые популярные, самые такие, которые в топ входят, ошибок. Какие у нас совершаются сейчас, и что мы, в принципе, пока нашли. Поэтому давайте разбираться. Они, в принципе, все вытекают из требований федеральных стандартов. Да, то есть у нас есть определенные требования к тому, как должны применяться те или иные стандарты. Здесь ничего такого экстраординарного у нас нет, пока каких-то особенностей нет. Поэтому давайте поехали. Первое ФСБУ, по которому мы с вами разберем шестой. Шесть-2020. Вы знаете, что есть шесть-2020, есть двадцать-шесть-2020. Ну вот в применении двадцать-шестого он, во-первых, наверное, не так еще применяется, не так сильно распространен. Он, в принципе, применяется для всех организаций. Все должны перейти на него, все должны его применять. Но в основном мы понимаем, что это в основном строительные компании, то есть те, кто занимаются стройкой, многоквартирные дома и так далее. Поэтому более распространен, конечно, шестой, когда у компании есть в любом случае основные средства у большинства. Поэтому самая главная такая ошибка распространенная при применении шестого – это неверное применение перехода или неверное применение обоснования способа перехода на этот ФСБУ. Мы знаем, что у нас предусмотрен альтернативный и ретроспективный переход. Все знают прекрасно, что ретроспективный такой оперативный, никто его не любит, этот ретроспективный, потому что приходится пересчитывать все входящие за два года назад. То есть отчетность, например, за 22-й год. Соответственно, мы должны пересчитать все остатки за 21-й год и за 20-й год. Это может быть осуществлено теми компаниями, у которых не так много основных средств, у которых, в общем-то, не составит труда им произвести этот пересчет. А для компаний же, у которых много достаточно основных средств, это представляет сложность и в основном выбирают альтернативный, то есть перспективный порядок перехода, способ перехода. Но здесь тоже момент. У нас и ФСБУ, и в принципе, опять уже всем оскобенно набила эта информация о том, что у нас такое соближение с международными стандартами идет, финансовой отчетности. Конечно, международные стандарты, они более такие логичные, скажем так, в хорошем смысле слова, то, что там много обоснований, можно обосновать свою точку зрения. И, в общем-то, ФСБУ 6-й тоже не исключение в этом смысле. Он нам говорит то, что любой способ, который мы закрепляем в учетной политике, он должен быть обоснован. Альтернативный мы выбрали или ретроспективный способ перехода, это тоже должно быть закреплено в учетной политике, и должны мы его обосновать. Альтернативный переход у нас предусматривает, что будут скорректированы только входящие данные по основным средствам. У нас есть даже отдельный круглый стол на этот счет, как это нужно сделать. Мы делаем большую расчетную табличку по каждому основному средству, по каждому критерию при переходе на 6-й ФСБУ мы проверяем, поменялся ли срок полезного использования, нужно ли скорректировать как-то первоначальную стоимость, какой лимит мы должны обосновать, стоимостной и так далее. Поэтому здесь тоже, как нам нужно действовать вообще, как нам нужно применять тот или иной способ перехода. Но, на мой взгляд, я сейчас поделюсь тем опытом, который у нас уже сейчас наработан. Первонаперво, конечно, все стремятся к тому, что перейти на альтернативный способ. Про ретроспективный я сейчас не буду даже говорить, не буду заострять, потому что ретроспективный понятен. То есть если мы выбрали ретроспективный, идем по сложному пути, то мы просто пересчитываем все основные средства, амортизацию по этим основным средствам, не забываем про ПБУ-18 в связи с теми или иными разницами, которые возникали при использовании основных средств и при их применении. То есть разницы тоже пересчитываем, и мы таким образом применяем ретроспективный способ. Если альтернативный способ, то здесь нужно четкое обоснование. Давайте я лучше вернусь сейчас на предыдущий слайд. Должно быть четкое обоснование, почему мы применяем этот альтернативный перспективный переход, а почему мы можем применять? Ну, например, мы можем сказать о том, что в связи с тем, что структура баланса компании первого раздела, внеоборотное средство, которое первый раздел совершен, ну, в первой верхней части, что в структуре баланса основные средства, например, занимают несущественную часть, мы можем показать, какую долю занимают основные средства, что амортизация по этим основным средствам также не представляет большую долю, большой процент от расходов компании в целом. То есть мы говорим о том и движемся в ту сторону, что применение этого альтернативного способа, в общем-то, логично, потому что ретроспективный пересчет сильно не повлияет на мнение об отчетности и о деятельности компании по этой отчетности у пользователей, у внешних пользователей. То есть здесь все очевидно, мы говорим о том, что пересчет, если даже мы ретроспективно сделаем, то какие-то изменения будут несущественны и нет смысла в этом. Потому что принцип рациональности, который международные стандарты также применяют, мы можем применять спокойно и у себя, то есть в нашей российской действительности, так сказать. Поэтому обоснование вот такое, то есть альтернативный переход, небольшое количество основных средств, они несущественные, лимит устанавливают такой-то, говорю об этом тоже в своей учетной политике, то есть корректируют только будущие, да, то есть входящие остатки и будущие поступления или списания использования основных средств. Вот и все, да. Часто происходит так, что компания применяет альтернативный способ, хотя аудитор видит, то есть это очевидно, что доля основных средств существенна, доля тех основных средств, которые подлежали пересчету за два предыдущих года, и которые велики по стоимости и подлежат, например, списанию, если мы устанавливаем лимит 100 тысяч рублей, есть большая масса этих основных средств, да, там по доле, в принципе, по структуре, по внутренней основных средств, но такое списание не происходит, да, ретроспективный пересчет не осуществляется, хотя в нем как раз и есть смысл. То есть здесь движемся в ту сторону, что обосновываем альтернативный свой переход или применение альтернативного перехода. Конечно, аудиторы могут сделать замечание по этому поводу, да, если, например, обоснование будет недостаточно крепким применением альтернативного перспективного, но это такое оценочное достаточно суждение. Здесь просто говорим о том, что компания должна достаточно крепко стоять на своей позиции, да, то есть понимать, почему применяется тот или иной способ. Ну, альтернативный переход, да, приятный переход. Здесь в чем путаются тоже наши коллеги, главбухи, бухгалтера, путаются в том, какие проводки должны быть сделаны, хотя сейчас 1С-надстройка помогает нам всем перейти на 6-й ФСБУ, но там тоже есть некоторые недоработки, мы уже с ними столкнулись. Некорректность считает амортизацию при изменении сроков полезного использования, да, то есть там даже если вы перешли одной кнопочкой, нажатием на ФСБУ 6, пожалуйста, проверяйте, особенно по тем основным средствам, которые были модернизированы, которые были отремонтированы с увеличением стоимости, да, то есть обязательно посмотрите, там есть нюансы именно по пересчету амортизации, неверно считают. Поэтому в любом случае нам это нужно проверить. Многие беспокоятся о том, что на 84-й счет ляжет какая-то большая нагрузка, ну, изменения, да, то есть, соответственно, будет 84-го счета, в балансе, да, нераспределенная прибыль будет у нас сильно скорректирована, ну, соответственно, повлияет на какие-то там показатели дивидендные, да, то есть возможности выплаты дивидендов и так далее. Ну, вот на опыте я вам скажу, да, здесь я систему проводок привела, она простенькая, совершенно ничего такого экстраординарного, сюда можно добавить тоже 0,9, но мы с вами чуть позже про это поговорим. Да, вы видите, что и 0,1, и 0,2 корректируются на 84-й счет, поэтому, собственно, 84-й, да, видим дебет-кредит, он в итоге сальдируется, да, то есть формирование остатка по 84-му счету будет все равно не таким существенным, как казалось на первый взгляд. На опыте я вам скажу, что я уже тоже говорила, кто слушал мои вебинары про 6-й отдельно ФСБУ, что на опыте мы видим, что сильно не влияет на 84-й счет все равно, потому что, ну, это практика, да, 84-й счет с 0,1 мы списываем те основные средства, которые являются несущественными в связи с новыми стоимостными лимитами, да, в основном это 100 тысяч рублей, но на 0,2 мы списываем амортизацию по этим основным средствам, ну, и, может быть, так сложилось, может быть, так получалось, что основные средства были достаточно такие уже в возрасте, скажем так, да, и, то есть, мы видим, что сальдируется по 84-му там выходит несущественно. Даже в больших концернах, которые обладают таким достаточным количеством основных средств, я видела, что на миллиардные обороты 84-й в итоге выходит там сотни тысяч, 500 тысяч мы видели, 600, то есть в итоге не так существенно бьет по 84-му. Ну, и кроме того, хочу сказать, что 6-й ФСБУ, он достаточно такой расчетный, арифметический, все сроки, которые мы можем пересматривать и пересматриваем по основным средствам, мы можем обосновывать теми или иными экономическими обстоятельствами или внутренними обстоятельствами, поэтому я вам рекомендую в этом, в этой связи просто прикидывать, да, посмотреть, сколько приблизительно у меня 84-го будет, ой, простите, 0-1 будет списано на 84-го, сколько 0-2 будет на 84-го, и вы уже приблизительно сориентируетесь, какое у вас будет влияние на нераспределенную прибыль. Дальше. Если есть вопросы, пожалуйста, коллеги, не стесняйтесь, задавайте, пишите. Второе распространенное замечание. Неверная классификация. По этому поводу сейчас уже идет достаточно много вопросов. Коллеги наши беспокоятся. Неверная классификация затрат на обеспечение работы основного средства. Здесь идет завязка на 26-й тоже ФСБУ. 26-й нам говорит и классифицирует тоже, какие-то ремонты ТО, которые осуществляются на регулярной основе чаще, чем один раз в год. Я вам привела здесь информационное письмо Минфина, информацию с учет 29 о том, что вы можете 26-й ФСБУ тоже посмотреть. То есть здесь классификация затрат, она в целом, в основном средствах, она всегда вызывала много вопросов. Вопросы были связаны с модернизацией ли это, это реконструкция ли это, какой это ремонт текущий, капитальный и так далее. То есть всегда с этим было много вопросов. Но сейчас уже более-менее все определились, информации много у нас на этот счет. Можем хорошо классифицировать, что такое модернизация, что такое реконструкция. Но тем не менее, вот смотрите, техобслуживание и ремонт, которые связаны с основным средством и которые происходят реже, чем один раз в год, то нужно такие затраты классифицировать как отдельный объект основных средств. Но здесь еще нюанс, смотрите. Этот регулярный какой-то подход к отделению вот этого объекта, основного средства в виде техобслуживания или ремонта, он должен быть закреплен в технических условиях. То есть мы должны понимать, вот много задают вопросов по поводу автомобилей, техобслуживания, то есть ТО автомобиля, можно ли выделять. Но скорее нет, чем да. То есть здесь тут еще вопрос существенности. То есть если у меня автомобиль, там многомиллионная стоимость, ТО на него 20-30 тысяч, понятно, что это необходимые затраты, да, но они несущественные. Больше здесь, наверное, идет речь о обслуживании каких-то больших производственных объектов, да, например, станков производственных и так далее. Замена каких-то необходимых расходных материалов внутри этого станка, которые будут поддерживать его работоспособность, которые необходимы, предусмотрены техническими условиями, инструкциями, да, всяческими к этим основным средствам. Больше, наверное, об этом речь. Поэтому, да, и в нашем ФСБУ также написано, что существенные по величине затраты на проведение ремонта техосмотра с частотой более 12 месяцев или другого операционного какого-то цикла, да, то есть ранее относились на расходы периода в тех или иных конкретных ситуациях, теперь мы можем признавать это отдельным объектом основных средств. Часто тоже с классификацией мы встречаемся с ошибками в этом смысле, поэтому подход такой индивидуальный достаточно, потому что каждое основное средство имеет какие-то свои особенности, деятельность имеет особенности, поэтому каждую вот такую историю нужно рассматривать отдельно и смотреть, каким образом могу ли я признать это отдельным объектом основных средств или не могу. Конечно, всю эту информацию как всегда нужно прописать в учетной политике порядок такого признания, что мы считаем существенными затратами, как определяем периодичность и так далее, проведение, да, вот этих технических работ и так далее. То есть все прописываем в учетной политике, она является нашим, можно сказать, кодексом, да, по тому, как мы должны действовать в учете. Вопрос есть, Ольга? Ура! Можно задать вопрос? Вот Игорь интересуется, что делать, если сальдо по 84 счету стало отрицательным после перехода на 6 ФСБУ? Ну, это грустно, это грустно, но, наверное, ничего не сделаешь. Да, приходится как-то... У нас были такие уж ситуации, да, когда клиенты... Это обычно компании, у которых, ну, они и так балансируют, к сожалению, на грани убыточности, да, то есть какие-то убытки есть. На самом деле, простите, как Виктория зовут нашего? Игорь. Игорь. Я бы, вы знаете, что сделала на вашем месте? Посмотреть, насколько... Если, конечно, в минус ушло очень сильно, да, то есть у меня, например, там было 100 тысяч рублей, ну, грубо говоря, да, там ушло в минус 100 тысяч рублей, да, то есть какие-то по вашим показателям. Здесь нужна... Мне нужен контекст, дополнительная информация, потому что, если, например, у меня обороты сами внутри хорошие, но вот так вышло, что у меня там на грани убыточности произошло, возможно, есть смысл пересчитать, увеличить сроки полезного использования каких-то основных средств, да, то есть посмотреть в эту сторону. Если вы переходили нажатием одной кнопочки, то, наверное, там какие-то показатели можно подкорректировать, да, то есть нужна структура посмотреть ваших основных средств, что там внутри происходит у вас, какое движение, что это за основные средства в принципе, да, то есть принтер ли это, грубо говоря, а то иногда мы встречаемся с такой ситуацией, что вроде оставляют в балансе основные средства, а по сути-то это, ну, с натяжкой можно сказать, что это основные средства. Может быть, вам нужно посмотреть в сторону уменьшения лимита, да, то есть соотнести, приоритеты расставить, что вам важнее, там, тянуть эти разницы по основным средствам, налоговый бухгалтерский учет, например, да, вы установите там чуть меньше лимит, соответственно, ваше списание, которое ушло на 84-й, это будет меньше, лимит уменьшить, да, и тянуть эти разницы потом какое-то количество лет, если это удобно, и соотнести, да, с тем, что вы сейчас вот получили убыток. Вот поэтому я и говорю, что ФСБУ 6-й, он достаточно расчетный, то есть можно посмотреть в нескольких, несколько есть вариантов, да, в корректировке этой ситуации, поэтому нужно как-то чуть-чуть углубиться и посмотреть. То есть можно найти способы улучшения структуры баланса, раз уж так случилось, то лучше что-то сделать, да? Конечно, да, то есть если в приоритете в этом году стоит прибыль, и вы в той ситуации находитесь, что компании необходимо показать прибыль, да, по тем или иным обстоятельствам, не имеет значения, то, конечно, нужно уже играть, тут смотреть, да, как-то более среди. То есть, наверное, нельзя просто так, вот как я поняла, нажать кнопочку при переходе на 6-е ФСБУ, да, бездумно, да, не оценивая последствия, как это отразится на нашей отчетности, да? То есть это может... В целом, да, нажать кнопочку, конечно. И кредиты льготные мы можем не получить. Нажать кнопочку, да, конечно, можно, но можно, это могут себе позволить, да, не все компании, к сожалению, поэтому иногда мы нажимаем кнопочку, а в итоге выходит такая не очень приятная картина. Поэтому варианты есть в исправлении этой ситуации. Нужно понимать масштаб, да, насколько сильно мы в минус ушли в связи с переходом, можно ли это скорректировать, или, например, вам будет приемлема ситуация, когда вы просто уменьшите немного свой убыток, да, то есть там не такое большое покажете, а чуть меньше. Ну, то есть варианты есть, я, в принципе, думаю... Ольга, извините, а у вас вот была в практике ситуация или, может быть, у ваших коллег, когда вот мы пришли, да, на первый этап аудита, увидели такую ситуацию, бухгалтер говорит, не знаю, что делать, вот как бы мы, да, что-то посоветовали, да. Да, такие ситуации часто встречаются, часто встречаются. И это даже не встречается, не всегда даже у маленьких компаний, у крупных компаний такие ситуации встречаются. Есть варианты, есть варианты. То есть здесь как бы не ошибка, но ухудшились показатели, здесь тоже могут помочь аудиторы. Могут помочь, да. Пока нет отчетности годовой. В том числе можно посмотреть в сторону переоценки каких-то основных средств, да, то есть я не вижу вашей структуры, не знаю, какая она, что там в составе основных средств. Можно посмотреть в сторону переоценки, если это здания, земельные участки и так далее, да, то есть варианты всегда есть. Или уценки, наоборот, да, то есть в зависимости от того, что нам нужно сделать. Можно и уценить, да, там показать меньшую стоимость. То есть варианты есть. Можно подумать, по крайней мере, три я вам точно уже показала, да, срок полезного использования, уценка, переоценка. Так, а третий, что у нас было? А, лимит, лимит с темосной. Можно им поиграть, сделать больше, меньше. Соответственно, у вас будет меньше уходить на 84-й. Спасибо, Ольга. Все, продолжаем. А вот, кстати, да, в продолжение этой темы про лимит, про установление лимита тоже на практике встречаются редко, но встречаются ситуации, когда компании выбирают не 100 тысяч рублей, да, про лимит, что лимит тоже должен быть обоснован. Вот это такая серьезная ошибка, можно сказать, да, то есть мы не можем бездумно установить 100 тысяч рублей, написать в своей учетной политике, что у меня 100 тысяч рублей, и все. Здесь, опять-таки, мы должны и в рамках международных стандартов финансовой отчетности думать и смотреть, да и в рамках нашего российского уже учета, который стремится туда же, думать о том, как тот или иной лимит повлияет на структуру бухгалтерского баланса и в принципе, в целом на бухгалтерскую отчетность. Потому что у нас была ситуация такая, у нас даже уже несколько было таких показательных ситуаций. Первая ситуация была, когда в компании в рамках одного, одной группы основных средств находились очень разные по стоимости основные средства, то есть, например, там инструменты оборудования внутри этой группы находились и основные средства, которые там под миллион, например, стоили, да, и основные средства, которые стоили там 60 тысяч рублей, 80 тысяч рублей. То есть, вот эта стоимость была очень разной. Теперь нам наш ФСБУ разрешает, в принципе, формировать свои собственные группы, для этих групп устанавливать свои там стоимостные критерии, нам сейчас разрешили это тоже сделать, да. Поэтому, если у вас сложилась такая ситуация, что, да, например, вы видите, что у вас очень разные по стоимости основные средства присутствуют, но многие компании говорят, что мне, там, нам необходимо сохранить вот этот там актив, да, в виде основных средств, необоротный актив. Поэтому, если я спешу, там, установлю лимит, там, 40 тысяч рублей, да, у меня, ну, скорректируется какая-то меньшая часть, понимаем, да, если я установлю 100 тысяч рублей, у меня больше скорректируется, основные средства выйдет. То есть здесь опять идем от задачи, от, в принципе, от концепции. Есть у компании у всех какая-то стратегия развития, да, стратегия, в каком направлении компания движется, поэтому идем от задач. У нас были ситуации, когда компанию устанавливали и 40 тысяч рублей оставляли, да, то есть ничего не меняли в своей учетной политике. Ну, тянем мы и тянем эти разницы, в общем-то, и никто не сопротивляется. Были компании, которые устанавливали 250 тысяч, да, то есть в разницу в другую сторону уже тянутся, да, то есть у нас налоговый учет, бухгалтерский учет по-другому будет уже играть. Да, здесь нужно смотреть на на мои задачи, а также смотреть на то, каким образом установление того или иного лимита стоимостного повлияет не только на отчетность этого года, но и на отчетность дальше. Да, то есть мы должны понимать, что там, как скорректируется амортизация, а если она у меня большую долю, если я производственная компания, соответственно, амортизация у меня будет занимать чуть ли не главенствующую роль, да, в структуре расходов, если я там занимаюсь предоставлением, там, сдачей в аренду каких-то отдельных основных средств, а у меня много зданий на балансе, тоже, да, то есть смотрите от своей деятельности, смотрите от того, как повлияет на структуру не только сейчас, но и завтра, да. Поэтому, конечно, в основная масса выбирает 100 тысяч рублей для того, чтобы убить вот эти разницы между бухгалтерским и налоговым учетом, наверное, ну, из тех, с кем мы работали, это, наверное, процентов 90, да, компаний, которые выбирают 100 тысяч рублей. Ну, соответственно, тоже обосновывают их определенным образом, пишут тоже структурку своих расходов, приводят, смотрят там, обосновывают уровень существенности, показывают, да, то есть я спешу при лимите еще один вопросик, сейчас я договорю, им будем отвечать. При лимите там 100 тысяч рублей, да, у меня существенное влияние там или несущественно окажет на показатели бухгалтерской отчетности, да, у нас же есть в учетной политике информация об уровне существенности, что я считаю существенной, несущественной корректировкой. Поэтому вот с учетом этой все обобщенной информации мы с вами устанавливаем лимит стоимостной, смотрим, как повлияет, и эту информацию в бухгалтерскую справку заносим, да, то есть мы и для себя обосновываем, и для аудиторов обосновываем свой стоимостной критерии, а если у вас еще международные международники приходят, вы консолидируетесь как-то или собираетесь консолидироваться, то тем более вот это все обосновываем, записываем бухгалтерскую справку и все, что ниже уровня существенности, списываем на 84-й счет вместе с амортизацией, вместе с разницами между бухгалтерским налоговым учетом по этим основным средствам. Так, Виктория, по-моему, там еще один вопрос. Да, 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 Мария задает вопрос. В учете числится полностью с амортизированное основное средство, но оно продолжает работать. Первоначальная стоимость его ниже лимита установленного в учетной политике на 22-й год. Что нужно делать с этим основным средством с нулевой остаточной стоимости в бухгалтерском и налоговом учете? Оно было амортизируемым имуществом, также и по налоговому учету приобреталось до 16-го года, когда к основным средствам относились объекты свыше 40 тысяч рублей. Ну, сначала, по крайней мере, с бухгалтерским, да, давайте разберемся. То есть оно будет... Налоговое, да, мы не будем сегодня... Налоговое не будем затрагивать, потому что налоговое живет своей жизнью, да, то там ничего не поменялось у нас в этом смысле, поэтому он как бы... Мы ничего не сможем сделать, это явление природы, да? То есть я можно от себя добавлю, пропадет вот оно, если в бухгалтерском учете, то и в налоговом, если полнотно амортизировано, то тоже вы его там спишите, ликвидируете или что. Соответственно, да. А если продолжать работать, оно, извините, хлеба не просит в налоговом учете, там ничего не происходит. Но здесь может быть несколько вариантов тоже. Смотрите, опять исходим из того, какие у нас задачи стоят в компании. Вот у нас была такая ситуация. Этот вопрос один из самых распространенных вообще вопросов. Здесь несколько вариантов. Я бы вот попросила Марию написать, что конкретно это за основное средство. Что это? Потому что была ситуация, когда, например, компания пришла и говорит, у меня вот есть здания, земельные участки и так далее. Они куплены в каком-то там древнем году, куплены за какие-то деньги. Я их никогда в жизни не переоценивал, да? То есть они вот у меня висят, они естественно уже самортизированы, потому что стоимость там какая-то 2000-3000 рублей. Я вот серьезно говорю, именно такая стоимость была у зданий. 2000 рублей. Да, они вот у меня там где-то за балансом валяются. По факту я их использую. Поэтому сейчас в связи с переходом на 6-ое ФСБУ хочу, чтобы они у меня были в балансе. Потому что, конечно, я их все равно использую, все равно привлекаю для производственной деятельности, для своей лезвлечения дохода. Первая ситуация. А вторая ситуация, когда, ну, вроде как основное средство используется, но оно, компания понимает, что даже введение его в первый раздел никак существенно не повлияет. Там, не знаю, какой-нибудь, ну что, ну что там, что, какой-нибудь там станок, да, который уже выработался практически. Я понимаю, что он пару лет еще поработает и просто умрет. Исходим из задач. В первом случае, если мы говорим о том, что я хочу ввести, естественно, я не хочу терять из баланса такой актив здания, земли, естественно, ну, это логично, да, то, что активы в виде таких больших основных средств по стоимости не нужно терять. Здесь движемся только в сторону переоценки, потому что самостоятельно мы оценить не сможем эту стоимость, показать даже внутренним каким-то внутренними своими силами, да, не советуем это делать. Я привлекаю оценщиков, оценщики приходят, оценивают мне там стоимость земли, стоимость зданий. Я устанавливаю уже внутренним своим распоряжением, приказом, каким-то коллегиальным решением, ну, возможно, сделать какую-то комиссию, как мы любим, да, у нас в российском учете. Говорю о том, что это здание будет там иметь еще, устанавливают новый срок полезного использования или продлевают этот срок полезного использования. Говорю, что это здание будет еще как минимум 10 лет, а я каждый год, в принципе, могу пересматривать срок полезного использования по основным средствам. Поэтому я там устанавливаю, вот у меня есть оценка оценщиков стоимость, да, вот я установила срок полезного использования, ввожу это основное средство в баланс и вперед, то есть, да, то есть работаю с ним. Но здесь момент, да, налог на имущество я тоже буду платить, потому что компания говорит, вот я вроде бы хочу ввести это основное средство, но понимаю, что налог на имущество придется платить. Ну, здесь коллеги, как бы, да, палка о двух концах. Если уж вводим, то мы понимаем, что налог на имущество идет паровозиком туда же. Вторая ситуация, когда компания говорит, ну, да, есть основное средство, оно самортизировано, ну, вроде как используется, но вот по стоимости такое маленькое. Ну, в этом случае обычно все-таки производится списание. Здесь такой подход достаточно жесткий, да, если у нас меньше стимосного лимита, то вариантов нет. Мы его списываем, можем учитывать где-то за балансом, можем вести какой-то оперативный учет другой, да, там, установить на него, там, ответственное лицо закрепить за этим основным средством, там, материально ответственно у кого-то сделать и так далее. Ну, и следить за жизнью этого основного средства, ну, понимать, что он используется, но, тем не менее, мы уже не можем его оставить в составе основных средств. Ну, и третья ситуация, когда все-таки мы можем переоценить своими силами, то есть есть такие ситуации, когда мы можем отдельно основные средства переоценить собственными силами до посмотреть сколько это сейчас этот подход такой на мой взгляд субъективную точку зрения вам говорю не не очень хороший потому что сами понимаете что сейчас цены разные очень интересные средства которые там те же самые автомобили до которые стоили три года назад в три раза дешевле чем они стоят сейчас на такой подход не очень такой рациональному взгляд но тем не менее имеет право тоже на существование можем как-то оценить посмотреть по стоимости с уже с учетом срока полезного использования на каких-то определенных специализированных сайтах и так далее да то есть можно вот такой вот три варианта да если море не написала какой конкретно недорогое ну по крайней мере такой вывод можно сделать ну недорогое дешевле лимита первоначальная стоимость была ниже сегодняшнего лимита не факт не факт вот говорю у нас были здание рублей да то есть это интересно ну вот я внутри вариант сказал да то есть как можно действовать если это недорогое основное средство серии там многофункционально какой-нибудь принтер или еще что-нибудь спешите зачем вам нужен да то есть я все равно придерживаюсь тоже высказываю свою субъективную точку зрения что все-таки основное средство это не ноутбук да то есть вот если ноутбук то это ну с натяжкой с большой натяжкой можно признать основным то есть я так понимаю если особо показатели отчетности не улучшится от переоценки то проще списать конечно 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 абсолютно так вот видите что-то что-то уточнили нет это не мая марина а если стоимость основных средств выше лимита ну прекрасно тогда вопрос оставляем и амортизируем если хотим пересмотреть а вы знаете как бывает вроде выше первоначально да а срок например уже вышел то есть вот может быть об этом как раз она полностью самортизирована но стоимость рог полезного использования закончился здесь идем в сторону пересмотра срок полезного использования да то есть если у меня выше лимиты но здесь мы понимаем что опять палка двух концах идет амортизация начинается да то есть вот эти все прелести тоже мы подтягиваем поэтому смотрите если хотите оставить и продлить ну соответственно пересмотреть срок то пожалуйста пересматривайте увеличивать срок полезного использования пересчет делайте начисленная амортизация соответственно с вытекающим последствиями по разницам между был луну и все с удовольствием используем я даже придерживаюсь больше того мнения что если все-таки основное средство используется но это и не только мое мнение да это в принципе подход к основным средствам то мы даже больше должны чем можем пересматривать срок полезного использования. Если фактически основное средство продолжает использоваться, то мы должны даже пересмотреть этот срок и как минимум показать какие-то планы, ближайшие на это основное средство. Спасибо. А вот еще вопросы. Вопросы потоком пошли. Хорошо. Ура. Екатерина спрашивает. Мы применяем ФСБУ 6-ое с 2021 года, с прошлого года перешли. Все малоценные основные средства на начало года были переведены в состав материальных запасов. Это нарушение, то есть малоценные основные средства на начало года перевели в состав МПЗ. Да, это, я знаю эту историю, это 1С так делает. В принципе, это не нарушение с учетом 5-го ФСБУ. Посмотрите, опять-таки, подходят ли они вам в связи с 5-м ФСБУ. Но я не знаю, как вы формировали 21-ый отчет за 2021 год. Но вот сейчас те, кто с этим столкнулся, мы видим, что вот эта сайда, которая возникает в связи с формированием стоимости вот этих материальных, так сказать, ценностей, оно некорректно ложится в отчетность. Поэтому не знаю, может быть, вы обратили внимание, смотрите за вот этой разницей, которая возникает. В целом, подход нормальный, я ничего в этом такого не вижу, мы с этим разбирались. Но в связке с 5-м ФСБУ смотрите, чтобы у вас не было там никаких неточностей. И, пожалуйста, посмотрите, как ложится в отчетность, потому что ложится некорректно. Вот эта разница, она как-то не правильно, я уже точно не могу вам сказать, но помню, что проблема с укладкой в отчетность была в строку. То есть бухгалтерским программам на 100% доверять нельзя? Да, конечно, надо перепроверять. Особенно то, что новенькое появилось, и 25-е надо перепроверять, и 6-е надо перепроверять. Были уже у нас сложности с этим, поэтому это, конечно, хорошо, но варианты бывают. Еще вопрос тут же появился. Очень хорошо. Татьяна, спасибо, говорят, за такой полезный вебинар. И мой вопрос, как после перехода на ФСБУ-6 учитывать капитальные вложения в арендованную недвижимость? То есть неотделимое улучшение в арендованную недвижимость у арендатора, как учитываются? Ну, смотрите, здесь 25-й нужно подключать стандарт, да, потому что по 25-му стандарту, в зависимости от того, когда это были произведены, вы же арендатором являетесь, да, или нет? Подождите. Если я арендатор, то это не мое основное средство, да, то есть это... Да, я думаю, что, Татьяна, вы, конечно, можете пояснить, это я додумала, что вы арендатор, потому что, как правило, такой вопрос возникает у арендаторов, да. Ну да, неотделимое. Учитывайте кап-выложение в арендованную недвижимость, то есть, как правило, кап-выложение производит арендатор, да, а потом там, в случае, арендодатель получает эти кап-выложения после окончания договора аренды. Да, ну и если я арендатор, то шестое для меня вообще не имеет никакого значения, там 25-й работает в ФСБУ, если я арендатор, а по 25-му, в зависимости от того, когда были произведены эти неотделимые улучшения, что они себе представляют, есть ли у меня какие-то обязанности по демонтажу, по следующему каких-то улучшений или изменения арендованного помещения или имущества и так далее, там идет разный уход, но это 25-й ФСБУ, да, мы сегодня будем. А вот я, можно, спрошу, да, мне тоже интересно, вот раньше по шестому ПБУ, по крайней мере, арендатор учитывал кап-выложение как основные средства на 0-1 счете, если вкладывался в арендованную недвижимость, а сейчас можно так делать? Можно так сделать, да, тоже, но только это будет не основное средство, а это будет ППА, можно включить в стоимость ППА. Спасибо. А если я, например, давайте тогда продолжим мысль, если я, например, сделала какие-то улучшения, но здесь опять, да, договором это обязанность или не обязанность, обязанно я это вводить или не обязан производить эти неотделимые улучшения. А если я произвожу их, например, гораздо позже, чем аренда, то это будет не ППА, да, то есть уже тогда нужно смотреть на связку в другом смысле, смотреть, каким образом в дальнейшем будет переходить ко мне предусмотрен, в принципе, или переход, да, этих неотделимых улучшений. Здесь много нюансов, которые нужно уточнять и тоже смотреть, что это за улучшение. То есть какую, по сути, я, если это недвижимость, какую недвижимость в аренду я беру, которую надо доделать, да, под себя или уже все хорошо. Да, ну вот смотрите, опять сейчас тогда скажу пример, который показательный. Например, очень часто мы встречаемся, аренда помещений в торговых центрах, в новых, например, и компания арендует это помещение, и она брендирует это помещение, да, то есть перекрашивает свои цвета. Это тоже вроде как неотделимый, да, там или какие-то там ставит свои стоечки, там все размещает, так далее. Все брендировано, все под цвет. Понятно, что другой арендатор уже не сможет применять эти неотделимые улучшения. Вот если такие неотделимые улучшения произведены, то в договорах часто бывают условия о том, что я как арендатор обязана их уничтожить после выхода, да, тогда вот эта стоимость вот этих неотделимых улучшений будет как резерв, да, мой расходная, моя часть, которую я наоборот не буду включать никуда, буду в обязательство свое включу, в оценочное, которое будет у меня предстоять, когда я буду выезжать, например, по окончанию срока договора аренды. То есть здесь вот много-много всяких вариантов, поэтому нужно смотреть. Спасибо. Ну и еще один вопрос. Прямо эта тема шестого ФСБУ, видимо, очень такая актуальная. Евгений спрашивает для некоммерческих организаций, должны ли НКО на ОС начислять амортизацию или можно продолжать начислять износ на забалансовом счете? То есть амортизируется ли? Нет. К сожалению или к счастью распространяется этот ФСБУ и на некоммерческие организации. Некоммерческие организации тоже должны поднять все основные средства свои из-за баланса, поднять амортизацию из-за баланса по ним. Посмотрите, пожалуйста, есть хорошая рекомендация, если вы наберете бухгалтерский методологический центр, БМЦ, наберете рекомендации для НКО и ФСБУ 6-2020, то вам выдаст рекомендацию, подробная, хорошая, красивая рекомендация, понятная от БМЦ, как НКОшкам переходить на шестой ФСБУ. Поэтому рекомендую вам просто погуглить и будет вам счастье. То есть я знаю, что многие НКО подлежат обязательному аудиту и получается, что пройти обязательный аудит, нужно вот шестой ФСБУ применить. Конечно, конечно. Кстати, вот у нас недавно тоже был вопрос от компании, у нас прям целая дискуссия развернулась. Вот они говорят, вот мы не хотим применять шестой ФСБУ. Ну вот не хотим, вот не считаем нужным. Ну, тогда как это, не подтвердим, да? Да, ну тут такой подход при всей душевности, так сказать. Подход такой, конечно, интересный, но мы много чего не хотим, к сожалению, но есть закон, да, то есть мы должны это сделать. Нет у нас вариантов никаких. Но здесь опять ориентируемся, да, то есть если мне, ну, все равно на аудиторское заключение и мне не нужны там хорошие показатели, ну, понятно, да, я пускаю на самотек, а если я все-таки забочусь о том, как выглядит моя отчетность, какое аудиторское заключение я там представляю, а это лицо компании, да, заключение отчетности, то, соответственно, ну, придется это все делать. К сожалению или к счастью или к несчастью, придется все это сделать и перейти на шестой. Ну, не могу я не перейти, все должны перейти, кроме бюджета. Спасибо, Ольга, пока вот вопросов нет, я пока удаляюсь. Хорошо, хорошо. Так, ну, здесь немножко такая взаимозависимая, да, там, с первыми вопросами, которые мы с вами рассматривали по поводу корректировок, бывают ситуации, когда корректировки вносятся неправильно, да, то есть, а в чем заключается неправильность? Те, кто не сделал вот эту надстройку по шестому ФСБУ, переходят ручками, делают не 84-й, а 99-й счет. Мы понимаем, что 99-й – это текущая прибыль, да, то есть 99-й формирует нам прибыль текущего периода, 22-го. Соответственно, если я вношу проводки на 99-й, то я, ну, кромсаю прибыль текущего года, то есть у меня отчет о финансовых результатах, который формируется за 22-й год, он будет некорректным, поэтому если кто-то переходит ручками, пожалуйста, 84-й счет только он. Он нам не повлияет на текущую, да, он будет в остатках входить только на начало года, а текущая вот эта дельта, да, так сказать, по прибыли, ну, вы понимаете, да, 84-й, который перейдет на ОФР, он никаким образом не повредится, поэтому вот эта проводка, пожалуйста, ну, я думаю, это такое не очень… Все понимают это, но тем не менее все равно ошибки делают, и вопросы до сих пор поступают нам по поводу того, на какой счет производить корректировки, который связан с, там, скажешь, с изменением сроков полезного использования и так далее. Не забывайте, только 84-й. Так, ну, и частично мы с вами затронули уже тему отложенных налогов после перехода на ФСБУ 6-й. Что у нас здесь? Значит, если, мы уже проговорили с вами, что если отражены остатки каких-то отложенных налогов обязательств, да, по 77-м, которые связаны с основными средствами, например, там были разные лимиты основных средств на налоговом бухгалтерском учете, да, там, или единовременно какие-то расходы списывались, ну, вы знаете, что есть основания возникновения разницы между налоговым и бухгалтерским учетом, да, то и мы признали по этим основным средствам лимит, да, тот, который в связи с чем произойдет списание этого основного средства, то 77-й также корректируется на 84-й счет, да, то есть мы сделаем проводку 977 крит 84, то, что у нас осталось на 77-м счете, тоже списываем по этому основному средству на 84-й в межотчетный период, да, здесь все понятно. Ну и по 0,9-му соответственно, да, то есть если у меня 0,9-й, например, у нас есть, например, вариант, когда новые правила бухгалтерского учета, у нас, например, определяется основная, по основному средству ликвидационная стоимость, да, то есть сумма амортизации у меня будет меньше, хотя этот вопрос тоже ликвидационная стоимость такой популярный, нетривиальный, но пока наша российская действительность приходит к тому, что многие устанавливают нулевую стоимость, особенно те, кто может это сделать, да, то есть вот эта вычитаемая разница, которая образуется и скорректирует мне, соответственно, отложенный налог, она также должна относиться на 84-й счет, да, здесь тоже делаем проводки, но в зависимости от того, что у меня сформировалось, понятно, я буду или дебетовать, или кредитовать, да, на 31-е, 12-е, перед закрытием, после закрытия баланса, соответственно, делаем эту проводку и входим в 22-е уже с новыми остатками, да, поэтому не забывайте, кстати, 1С-ка не предусматривает подтяги, пока, ну, по крайней мере, то, что я видела вот на данный момент, пока не предусматривает подтягивания вот этих вот 0,9-х и 0,77-х, поэтому, пожалуйста, аккуратнее. Виктория, там еще какой-то вопрос, да, у нас появился? Да, вопрос, то есть продолжаем тему арендаторов. Давайте. Как раз мы уже сейчас на 25-й пойдем. А, ну вот, как раз Карина спрашивает, можно ли строительно-монтажные работы и оборудование рассматривать как объект основных средств и амортизировать, мы арендатор? Ну, если взять обычную ситуацию, то есть вот когда уже получили, а теперь там что-то мы реконструируем? Ну, скорее нет, чем да, потому что если это… То есть строительно-монтажные работы проводим неотделимое улучшение, да? То есть я и так думаю, что не капитальный ремонт идет, то есть не текущий ремонт, а вот именно строительно-монтажный. Я поняла. Там условное крыльцо пристроили, да? Если мы это осуществили уже после заключения договора аренды, то есть мы заключили договор аренды, потом мы начали вот эти вложения какие-то делать, ну, нет, да, то есть здесь нужно посмотреть на договор опять-таки, посмотреть, есть ли там какая-то регулировка отношений вот таких, есть ли обязанность у кого-то, такие вещи. Ну, предположим, что есть, как правило, да, с разрешения арендодателя все производят строительно-монтажные работы, то есть сделали с разрешения арендодателя. Ну, скорее нет, чем да, вот я склоняюсь к тому, что нет. Знаете, есть же у нас в 25-м, там есть… Как их сказать? Просто в налоговом-то учете это будет скорее, да, чем нет. То есть строительно-монтажные работы, неотделимые улучшения в налоговом учете я могу амортизировать, если они произведены с согласия арендодателя, и он мне не будет компенсировать их стоимость. Поэтому вот, видимо, отсюда еще и такой вопрос, да, в бухгалтерском учете. Мне кажется, что нет. Вот на первый взгляд, мне кажется, что нет. Я, может быть, уточню, посмотрю еще, да, пока договоряюсь. А вот если оборудование неотделимое, так сказать… Ой, то есть, простите, наоборот, отделимое, да? Не, но оборудование – это оборудование. Если это мое основное средство, то это мое основное средство. Но оборудование – это не ремонт, Виктория, да? То есть оборудование – это мое основное средство. То есть да, надо различать строительно-монтажные работы и оборудование, да? То есть оборудование, если это отделимое улучшение… Оно и мое. Если оно попадает по критериям, если оно попадает по срокам, оно долгое, я его возьму, перенесу в другое место и буду также использовать. Это мое основное средство. Здесь такой вопрос. А если строительно-монтажные работы, какие строительно-монтажные? Крыльцо, например. Я склоняюсь к тому, что скорее нет, особенно если уже договор идет. Есть условия модификации договоров и пересчет по 25 ФСБУ. Там много завязок. ФСБУ сложный 25-й. Поэтому здесь нужно тоже больше конкретики. Если это будет каким-то образом влиять, например, на арендную плату или это каким-то образом повлияет на срок использования этого помещения или что я там арендую, неважно, то там есть определенные моделирующие условия и пересчета самого ППА, например, и обязательств. Здесь вопрос в том, смогу ли я включить это в ППА дальше и амортизировать, например, в большем размере или нет. То есть здесь много нюансов, поэтому на первый взгляд нет. То есть бухучет это намного сложнее, чем налоговый учет? Ну 25-й сложный, 25-й сложный, особенно когда я арендатор. Ой, какой кошмар в бухгалтерском учете. Следующий вопрос от Елены. Опять потоком пошли. Нужно ли прекращать амортизацию, если основное средство временно выводится из производственного процесса и перестает эксплуатироваться? Нет, Елена, к сожалению, такого сейчас понятия у нас нет. Его исключили. Мы на консервацию, как раньше, ничего произошло. Уже нет консервации. Нет консервации. Понятно, спасибо. Продолжаем. То есть или выводим это основное средство совсем, или продолжаем. Все, вариантов других нет. Так, Виктор задает вопрос. Ольга, добрый день. Можно начать начислять амортизацию по основным средствам, не сдать до его признания в бухучете? А, так, сейчас, секунду. А сдать, так, а позже? Нет, нельзя. Смотрите, сейчас ФСБУ по поводу начала сроков амортизации, что нам, какое новшество ввел? Раньше у нас было по ПБУ-6, что мы с первого дня месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию, соответственно, ввода в бухгалтерский учет, могли амортизировать. А теперь мы можем амортизировать прямо со следующего дня, например, ввода. Я ввела сегодня 28-е основное средство себе в баланс, ну, в учет, приняла к бухгалтерскому учету. С завтрашнего дня я могу амортизировать. Вот только такое. А так, нет. То есть я ввела, если я использую, я там в деятельности, приносящей мне доход, в предпринимательской деятельности использую, все, вариантов нет. Но здесь только два нюанса по поводу сроков, да, или завтра, или с первого часа. Но это опять учетная политика, да, учетная политика я обозначаю. Или с завтрашнего дня, со следующего дня за вводом я начинаю амортизировать, или с первого часа месяца, с следующего за месяцем я начинаю амортизировать. То есть наши участники, я так понимаю, видимо, сейчас все сидят и разрабатывают, как улучшить показатели баланса, да, может быть, притормозить амортизацию, да, еще что-то. Да, нет, не притормозим, к сожалению. То есть это не выход из ситуации. Так, ну, вроде пока все, на все вопросы ответили, да, продолжаем. Отлично, да, вы спрашиваете все равно про шестой, если еще у кого-то что-то созреть. Давайте к двадцать пятому двигаться. Двадцать пятый, сложный стандарт, очень много вопросов вызывает. Чем он хорош? Я вот так с позитивом хочу, да, то есть шестой хорош тем, что он арифметичный, там можно, ну, так между нами девочками, да, то есть можно там и мальчиками, можно там поиграть какими-то цифрами, да, то есть он достаточно арифметичный, достаточно расчетный. А двадцать пятый хорош тем, что он достаточно оценочный, да, то есть, в принципе, любой выбор свой, там, я могу обосновать, ну, практически любой, да, он такой оценочный, да, профсуждений много, много каких-то нюансов в деятельности организации также подтягивается. Вот пример сразу хочу вам привести по особенностям, по нюансам, да, была ситуация у нас тоже, компания материнская существует, она арендует помещение большое, решила присоединить к себе дочку, которая, ну, обособка, которая была там в другом месте находилась, да, подтянуть к себе, они пришли, хотя это, в принципе, нюансы, это не имеет значения, вопрос был в другом. Они отдельные договоры заключили, аренды, да, это подразделение, да, дочернее, оно свой договор аренды заключило, материнская свой договор аренды, он давнишний. И к нам пришла дочка и спрашивает, что вот у нас вроде как договор краткий, как будто бы, да, но у нас два договора, потому что материнская компания сидит в той части, где находится инженерная коммуникация, и вот арендодатель нам сдает в аренду не только помещение, но сдает в аренду отдельным договором коммуникационные всяческие там сети разветвления, в том числе вода, водопровода, честные сооружения воды, да, для того, чтобы она была питьевой и так далее. Этот договор долгий, да, и компания приходит и говорит, я понимаю, что у меня, конечно, договор на 11 месяцев заключен, но я знаю, что я его буду продлевать, потому что, например, у моей материнской компании этот договор заключен на 10 лет, да, но, естественно, я от материнской уже никуда не денусь, но наши, как бы, планы, стратегии нашей компании в том, чтобы мы находились вместе в одном, как бы, здании, да, и так далее. Вот, например, вам такой наглядный, да, наглядный пример того, что даже несмотря на то, что договор 11-месячный, есть какие-то пролонгации этого договора, очевидно, что этот договор будет долгим, потому что компания никуда не уедет, да, черния, потому что есть договор аренды длительной коммуникации, да, то есть без коммуникации я никуда не денусь, без воды, да, куда офис может деться. Это я к тому, что здесь очень важны классификации именно оценочные какие-то суждения, профсуждения, а также обстоятельства, в которых компания действует и какие планы имеют на будущее. Поэтому вот этим ФСБУ 25-й хорош. Что, давайте с вами двигаться, какие нарушения, какие вопросы, в принципе, возникают. Много вопросов у арендодателей по поводу классификации аренды, операционная ли это аренда или финансовая ли это аренда. Мы пока еще не привыкли к этому. Понятно, что если лизинг, в любом случае, это финансовая аренда, да, то есть переход права собственности и так далее предусматривается. Но это больше для, в принципе, лизингодателей, они не сомневаются в том, что у них в основном финансовая аренда, значит, что лизинг так и называется, лизинг финансовая аренда. А вот компании, которые предоставляют, например, помещения или какие-то, ну, понятно, что это не лизинг сам по себе, переход права собственности нет никакого и не будет. Вот здесь уже начинается, да, вопрос, операционная ли это аренда или финансовая ли это аренда. Это классификация только для арендодателей, арендаторов ППА и обязательства по аренде, помню. Поэтому нам, здесь я вам рекомендую смотреть ФРС, который международный стандарт финансовой отчетности, и смотреть, в принципе, нашим фейсбушке тоже эти критерии все есть. Да, сейчас, давайте так, я их проговорю, потому что мне кажется, так восприятие лучше будет. Операционная аренда, вот смотрите, я какие критерии основные выделяю в этой операционной аренде. Операционная аренда это предоставление в аренду на срок, который гораздо меньше, чем срок полезного использования того или иного основного средства, которое мы передаем в аренду, да, например, у меня есть здание, в котором есть помещение, у меня вот такая стратегия, что я каждый там, каждый год меняю арендаторов, ну, например, да, потому что я увеличу таким образом стоимость аренды, я там как-то обновляю, я там торговый центр, да, мне нужно обновлять бренды и так далее. Да, то есть здесь какой-то подход к вот этому. Ну, вероятнее всего, это операционная аренда, потому что стоимость самой аренды, по каждому договору аренды, она будет несопоставима со стоимостью самого здания или помещения, потому что срок, на который я предоставляю в аренду, он меньше, чем срок полезного использования этого основного средства. Это два основных вот этих критерия, да, вероятнее всего, с большей долей вероятности, можем говорить, что это операционная аренда. А финансовая аренда, когда мы классифицируем вот здесь, я вам советую ориентироваться на лизинг, да, вот все, что к лизингу применимо, то, в общем-то, применимо и к любому другому основному средству, когда я классифицирую, финансово это или нет. Это значит, что я передаю на срок, который сопоставим со сроком полезного использования, например, автомобиль я предоставляю в лизинг на 6 лет, например, да, дальше стоимость, которую я получу как арендодатель вот этого договора сопоставима со стоимостью передаваемого основного средства. В основном это так и происходит, а еще и с процентами, да, я по лизингу уплачиваю. То есть я в целом, когда я как арендатор беру основное средство в лизинг, я понимаю, что я уплачу за него практически полную стоимость, да, просто у меня это как вот ипотека только на основное средство, плюс еще проценты. Поэтому вот ориентируемся на эти два, на эти две вещи, да, то есть что финансовое, переход прав собственности опять-таки предусмотрен зачастую в финансовой аренде, точно так же, как и в лизинг, в лизинговых договорах, да, в конце срока договора лизинга право собственности после уплаты покупной стоимости переходит к арендатору, да, то есть вот таким образом. А если я в целом занимаюсь такой деятельностью, что я предоставляю в аренду какие-то помещения, какое-то оборудование, там, какие-то автомобили, там, машины, которые, там, не знаю, краны или погрузочные или еще что-то, у меня вид деятельности такой, да, то здесь смотрим опять-таки на вот эти два основных критерия, но обычно в таких организациях эта аренда вся операционная, признается обычным, доходы признаются обычным способом, как и раньше, да, то есть если операционная аренда, я ничего не меняю практически, я, да, говорю о том, что я перехожу на 25 ФСБУ, у меня нет вариантов, да, то некоторые говорят, я не перехожу на 25 ФСБУ, потому что у меня там, я ничего не беру и не предоставляю в аренду. Нет, я все равно перехожу на 25 ФСБУ просто или у меня нет предмета, куда я могу применить этот ФСБУ, или у меня нет критериев, да, например, признание финансовой аренды или там формирование ППА, у меня там есть всяческие условия, когда я могу не формировать ППА и не формировать обязательства, но тем не менее 25 это я применяю, просто я пока живу спокойно, потому что у меня нет предмета, да, для применения этого ФСБУ, но в учетке все равно нужно прописать, что я теперь применяю 25. Поэтому вот не теряемся. Здесь для, смотрите, следующий момент, он взаимосвязан с предыдущим вопросом по поводу финансовой аренды, чистая инвестиция в аренду, многие стопорятся на вот этом процессе. Чистая инвестиция в аренду у нас двумя способами может определяться, или это дисконтированная стоимость арендных платежей за весь период, да, по договору, который предусматривается, будущих арендных платежей, или себестоимость, не себестоимость, простите, справедливая стоимость базового актива плюс первоначальные затраты арендодателя, да, там минус какой-то платеж, если был аванс. Здесь тоже начинают коллеги путаться, что же мне проще, легче, какую же мне стоимость привести в чиве, чива, 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 по-разному. Кто-то чил называет чистой инвестицией в лизинг, если лизинговая компания. Здесь, смотрите, какой нюанс, если у меня, например, лизинговый договор, то мне проще использовать альтернативный второй вариант, справедливая стоимость базового актива, потому что в договоре обычно прописывают эту стоимость, она указана, я, в принципе, если у меня договор не такой старенький, опять-таки, нюанс, да, смотрите, если у меня пять лет назад я взяла автомобиль, и там прописана справедливая стоимость на тот момент, пять лет назад, ну, наверное, нет, не надо на нее ориентироваться, нужно все-таки дисконтированную стоимость посчитать будущих, да, арендных платежей, которые я получу. А если у меня достаточно свеженький договор аренды, ну, там, 21 год, конец 21 года, там, что-то в этом роде, то, наверное, я могу и так проще, да, мы так и делаем. Вот мы с клиентами, которыми переходили на 25 ФСБУ, мы так и делали, мы брали в договоре справедливую стоимость базового актива, которые, например, в лизинге всегда указаны, да, за какую стоимость приобрел лизингодатель этот актив, и берем там, если были переначальные затраты, прибавляем, если был аванс, уменьшаем. Поэтому вот здесь я не могу сказать, что это ошибка, это скорее нюанс при… Опять-таки, можно посмотреть и прикинуть, да, что у меня получилось, дисконтированная листья. Мы вот с моей коллегой с одной прикидывали, даже делали два расчета, у нас была лизинговая компания большая обратилась к нам, они как раз переходят, вы знаете, им сейчас очень сложно лизинг, я им искренне сочувствую, потому что они только ретроспективно могут перейти на 25 и пересчеты делать. И мы с ней прикидывали, да, два варианта по ставкам, я брала внутреннюю ставку, коллега брала ставку, которая ЦБ, там может, да, мы можем применять или внутреннюю ставку договора, вычленить, или применять ставку ЦБ. И брали вот эти разные стоимости, дисконтированную стоимость или справедливость базового актива. Вот мы с ней так развлекались. Но в итоге, знаете, хочу сказать, что разница не сильно большая получилась. Там идет разница в процентах, да, то есть 91,1 так прилично страдает, да, ну, по соотношению к доходам общим, которые я получаю от предоставления в аренду. Ну, и немножко там страдает разница, да. Но в целом я не могу сказать, что разница в подходах вот этого определения, она прям существенно как-то влияет на мои доходы и там прочие доходы. Поэтому можете тоже прикинуть, посмотреть, как вам лучше дисконтированную сделать или сделать справедливую. Это такой маленький нюанс. Виктория, есть какой-то вопрос, по-моему, да? Да, есть вопрос. Наталья спрашивает. Отдельные объекты основных средств, существенные расходы на регулярные ремонты основных средств, в какую группу вид основных средств классифицируем? То есть куда это? Существенный расход на регулярный ремонт основных средств. Хороший вопрос. Мне почему-то казалось, что вас уже спрашивали как-то. А многие спрашивали. Даже вы и сами об этом рассказывали. Нет, я могу. Существенные расходы на регулярные ремонты. Нет, расходы, я не рассказывала про то, что это отдельный объект основных средств. По классификации, ну смотрите, я бы как делала. Давайте рассуждать. В зависимости от того, как регулярно происходят вот эти расходы. Если у меня текущий ремонт более 12 месяцев, понятно, что он признается основным средством. Понятно, что, ну вот знаете, с учетом знаний по международным стандартам, я бы все-таки делала срок полезного использования, который у нас предопределяет в целом классификацию к тому или иному, к той или иной группе основных средств. Я бы подходила с этой точки зрения. У меня срок жизни вот этого техобслуживания именно завязан на регулярности. То есть, например, если у меня обслуживание раз в два года существенное, то классифицируя по группам основных средств, да, то есть по сроку полезного использования, я бы как раз и определяла вот, например, подходящую группу, где два года у меня умещается, да. Потому что срок жизни, так сказать, срок полезного использования вот этого существенного техобслуживания, он как раз равен регулярности, да, то есть, например, раз в два года я это делаю или раз в три года я обязана это делать, соответственно, будет у меня и срок полезного использования этого вот конкретного основного средства в виде техобслуживания. Мне кажется, логично, кстати, международные стандарты делают точно так же, да. То есть, он не будет равен сроку жизни самого основного средства. Нет. Это не значит, что техобслуживание там существенное, но у меня основные средства... То есть, это не как модернизация, это вот как бы само по себе. Нет, нет, я все-таки предлагаю двигаться в сторону международных стандартов, потому что, ну, тех, вот, если это повторяющееся действие какое-то, и по сути оно одинаковое, то срок жизни вот этого основного средства как раз до следующего техобслуживания, да, то есть, все, он... Это прошло, следующее пошло новенькое. В учетной политике надо прописать? Пишите, лишним не будет, сто процентов. Да, это и для вашего понимания будет, вы сами будете понимать, что как учитывать, и для пользователей, которые будут смотреть, ну, в частности, аудиторы, тоже будет понимание. Спасибо, Ольга, пока все. Ну, класс, хорошо. Так, значит, по поводу ППА, это уже двигается в сторону арендаторов, да. ППА у нас признается по фактической стоимости. Основная масса расходов, которые представляет из себя ППА, это обязательства по аренде дисконтированной, да, то есть у нас стоимость ППА, в принципе, равна зачастую дисконтированной стоимости будущих арендных платежей, которые я как арендатор должна выплатить, что является обязательством по оценке, обязательством по аренде, простите. Поэтому в ряде случаев ППА первоначально равен стоимости обязательства по аренде. Вот так. Это в подавляющем большинстве случаев, да, то есть у нас так происходит. Но бывают ситуации, когда ППА может увеличиваться на какие-то компоненты, скажем, да, в договоре, которые присутствуют. Например, у нас есть, вот смотрите, у нас есть такой вариант, когда арендные платежи частично уже были осуществлены, то есть у меня, например, предусмотрен какой-то существенный аванс, или у меня предусмотрен какой-то обеспечительный платеж. Это предусмотрен договором, я его как арендатор сделала, осуществила. В связи с этим возникает вопрос, что с ним делать, да, включать его в ППА, не включать в ППА и так далее. Здесь обратите внимание, что по обеспечительному платежу важно понимать, возвратный он или невозвратный. Я, в принципе, вот здесь то, что перевела вам в список, это из самого стандарта. Я просто хочу пояснить, какие ситуации наиболее распространены, где ошибки встречаем. Если это возвратный обеспечительный платеж, то понятно, что он никоим образом не относится к арендной плате, да, то есть он является таким залогом, можно сказать, да, который будет возвращен по окончанию срока договора аренды. Поэтому мы его не включаем. Если обеспечительный платеж невозвратный, и он в конце, например, срока аренды, в последний месяц будет учитываться как часть арендной платы, то да, мы его включаем, да, мы его дисконтируем и в обязательства по аренде тоже его включаем. Но здесь логика. Понятно, что если он не возвращается, то это будущий платеж, потому что, когда мы говорим о дисконтировании обязательства по аренде, да, то это будущие арендные платежи. Все, что я на момент заключения договора или в месяц, да, вот в это заключение договора осуществила, внесла какие-то расходы, понесла, там, авансы внесла, это я уже сделала сейчас. Смысл дисконтирования в том, чтобы будущие арендные платежи перевести к стоимости на данный момент. Если я заплатила сейчас, то у меня уже не нужно ничего дисконтировать, не нужно ничего приводить к сегодняшней дате. Второй вопрос по поводу авансов, да, тоже мы с вами проговорили, что авансы, они обычно не включаются в ППА, да, то есть они вычитаются оттуда, вычитаются из обязательств по аренде. Вот как раз вопрос, связанный был с неотделимыми улучшениями, да, что у меня, как их учитывать. Если у меня неотделимые улучшения осуществлены до момента заключения договора, да, например, у меня был предварительный договор, это распространенная практика, я как-то подготавливаю помещение, да, есть предварительный договор, условия в нем какие-то указаны, или, например, я осуществил его непосредственно там в месяц заключения, да, то есть здесь даже аудиторы, я думаю, не будут сильно прикапываться к этому, да, то в эту стоимость, ППА в стоимость ППА возможно включить вот эти неотделимые улучшения, если они осуществлены с целью, в принципе, использования помещения по целям, по моим, да, то есть для тех целей, которые я беру это помещение, но оно непригодно было бы, если бы я не сделала вот эти неотделимые улучшения. Поэтому зачастую вот такие неотделимые улучшения, но это, конечно, для будущих договоров, да, то есть мы не говорим о переходе, мы говорим о будущих договорах, которые мы заключим, там, заключали в 22-м году. В ряде случаев я могу включить вот эти неотделимые улучшения в стоимость ППА и амортизировать их точно так же, поэтому обратите внимание. И вот последний пункт, да, проценочно мы тоже с вами поговорили уже про восстановление, когда мы брендируем помещение, например, да, или у меня почему-то всегда всплывает вот эта история со скважинами, потому что это такая частая ситуация, когда, например, арендуют какой-то, ну, это, наверное, даже больше не арендуют, но тем не менее, да, все равно у меня это всплывает. Смотрите, есть какие-то виды деятельности, например, в нефтянке, да, когда даже законодательно предусмотрено, что я обязана привести территорию там, да, консервировать все определенным образом. Нефтянники, они создают резервы все, наверное, вот эти, ну, вот эти случаи у меня вот там на восстановление, так сказать, да, окружающей среды, поэтому у меня ассоциация возникает. Здесь то же самое, если вы берете в аренду какой-то специфический актив, да, который там по закону предусмотрено, что вы потом должны перевести там или ближайшую территорию, в надлежащее состояние, или сам этот актив какой-то там будет выброс сделать, да, и я должна каким-то образом там окружающую среду восстановить, да, то есть это тоже можно посмотреть вот в эту сторону, да, то есть если у меня есть какое-то обязательство по восстановлению предмета аренды в исходное состояние, то мы можем туда тоже включить, в ППА, да, мы можем включить вот это обязательство также, потому что это мой расход, который я могу сейчас амортизировать, у меня нет вариантов, я в любом случае буду его нести, да, этот расход. Все, у меня зажали закон, у меня зажали договором по аренде, поэтому, ну, вот более, наверное, приближенно к действительности вот это брендирование, которое там нужно нам отскрести, соскрести по окончанию, это, кстати, практика, это есть, это существует, это не моя фантазия, действительно, есть такие договоры, особенно с иностранными торговыми центрами, да, то есть с иностранцами, да, где есть такое обязательство по вот такому восстановлению, так сказать, помещения. Так, вопросов пока нет, давайте пишите, поехали дальше, интереснейшая тема, очень дискуссионная по поводу сроков, мы с вами уже частично про нее и частично ее коснулись, этих лично зеленых договоров, споры продолжаются на этот счет, вот сейчас присоединилась, ну, давайте так, вопрос, в принципе, заключается в том, насколько я хорошо обосновала, что у меня этот договор краткий и он 11-месячный, ну, я имею в виду, как компания, да, то есть насколько компания обосновала вот этот 11-месячный договор, хорошо, мы с вами уже проговорили про ситуацию, когда вот там, да, присоединение, наиболее часто распространенный вопрос, который мы встречаем в своей практике, да, и здесь вопрос, я как арендатор, ничего особенного, вот я арендую вот этот офис из года в год, каждый раз договор на 11 месяцев, но здесь, смотрите, можно формализма придерживаться какого-то, да, конечно, по формальному признаку, такие договоры могут быть признаны краткими, по формальному признаку, особенно они могут быть признаны краткими, краткими, если я каждые 11 месяцев заключаю новый договор, да, то есть здесь я, например, арендую все то же самое, все то же самое помещение, ничего не меняется, арендодатель не меняется, арендная плата не меняется, ничего не происходит, ничего не происходит, кроме номера договора, да, там каждый год, каждый 11 месяцев я заключаю новый договор, В этом случае по формальному признаку можно сказать, что этот договор краткий. Когда, например, происходит пролонгация, она происходит автоматически, но в ФСБУ есть варианты пролонгации, и в ФРС тоже есть варианты пролонгации. Если, например, в договоре аренды предусмотрено, что 11 месяцев срок, и каждый год, каждый 11 месяцев происходит автоматическая пролонгация этого договора, если ни одна из сторон не выражает никаких возражений, ни арендатор, ни арендодатель, никаких возражений нет, автоматом продлевается. Ну, здесь как бы с натяжкой, да, не знаю, можно ли это обосновать. Но я вам, коллеги, говорю, так как вопрос дискуссионный, вы можете услышать разные мнения на этот счет. Я говорю вам свое субъективное мнение с учетом знаний, которые я получила при обучении на международные стандарты финансовой отчетности. Я вам высказываю свое мнение субъективное. Вот на мой взгляд, вот такие договоры, которые постоянно пролонгируются, ну, вряд ли их можно признать краткими. Но все мы понимаем, что посуществует, но не краткий этот договор, да, ну вот, ну, не знаю, никто не может и сможет меня в этом переубедить. Это вечно зеленый договор, который может быть признан кратким, только там за исключением случаев, когда, например, на меня, как на арендатора налагаются существенные серьезные штрафные санкции, если я, например, расторгну договор в течение, там, 11 месяцев, раньше, чем 11 месяцев до наступления срока аренды. Или помещение там не уникальное совершенно, да, и я там могу при повышении цены стоимости за аренду, могу там в соседнем офисе найти точно такое же помещение, которое я спокойно арендую, перевезу, без существенных каких-то затрат, перевезу своих сотрудников, там, оборудование и так далее. Ну, в этом случае, ну, наверное, да. То есть здесь вот такое очень оценочное суждение, очень много обстоятельств мы сейчас сталкиваемся, когда классифицируем долгий или краткий договор. И опять привожу свой любимый пример, когда есть специфическое помещение. Вот, например, специфическое. А, ну, например, даже можно не что-то такое негативное, можно что-то позитивное. Например, кондитерский какой-то цех, да, в котором есть оборудование определенное, есть специфика этого оборудования, да, оно там и неотделимое, но это оборудование, у меня какие-то там конвейеры, стоит еще что-то. Ну, я вот арендую, да, у меня вот нет вариантов, там, например, нет вариантов свое купить пока, я арендую. Ну, с какой степени вероятности мы можем сказать, что этот договор краткий, даже если он там арендуется каждые 11 месяцев, и даже если новый, например, договор заключается. Ну, мы понимаем же, что вот с экономической точки зрения такая компания, ну, с минимальной долей вероятности, только если она обанкротится, переедет в какое-то новое помещение. Ну, это вечный договор, который будет продлеваться бесконечное количество, поэтому здесь мы будем спрашивать руководство и будем спрашивать финансовые службы, какое мнение у них по поводу того, сколько они еще будут арендовать это помещение. Да, то есть здесь мы говорим о том, что это очень такое оценочное суждение, здесь вот я и 16 ФРС привожу, да, есть вот этот опцион на продление аренды, такое понятие, да, когда, какой минимальный срок, есть ли какие-то приоритеты на продление, то здесь настолько все оценочно, настолько все зависит от обстоятельств, в которых работает компания, что вот мы, как аудиторы, например, можем оценить только, насколько верно в этой ситуации компания пошла верным путем или неверным путем. Поэтому здесь я вас призываю к тому, чтобы просто опять исходить из того, какие у нас есть задачи у компании, да, какие есть намерения, там, стратегии и так далее, стратегии деятельности, может быть, здесь какой-то бюджет, план, исходить из этого, исходить из специфика помещения, специфики деятельности, ну, в общем-то, обосновывать свою точку зрения. Второй вопрос, который тоже хочу с вами сейчас обсудить – бессрочные договоры. Вот сейчас тема очень прям горячая, даже я здесь ее не указала, но она вот прям горит сейчас. Коллеги тоже спорят, главбухи с нами, что вот же указано в ФСБУ-25, что к бессрочным это не относится. Ну, смотрите, здесь такая, вроде как формально, да, формально, да, есть бессрочные договоры, особенно это касается, там, земельных участков, например, да, да, и зданий зачастую может касаться каких-то там очень стареньких. Я там сижу в этом здании, как арендатор 300 лет, и еще 300 лет буду сидеть, и у меня бессрочный договор. Но, коллеги, мы все понимаем прекрасно, что зачастую, ну, компании не вечные, скажем так, да, компании в основном действуют в рамках какого-то жизненного цикла, поэтому сейчас вот высказываются мнения в различных кругах, что в целом, если у меня есть такое намерение признать его не бессрочно, то я могу это сделать. Я могу даже в отношении бессрочного договора оценить срок, срок, на который я буду предположительно, да, брать в аренду это помещение, это здание или там оборудование, все равно, ну, и согласитесь, что с экономической точки зрения это нормально, да, то, что, в принципе, бессрочных договоров не бывает, ну, тогда на практике все равно какой-то срок присутствует. Даже если я там говорю о том, что это очень длительный срок, ну, вот мы рассчитывали, например, один переход у нас был на 25 ФСБУ, мы рассчитывали земельный участок на 49 лет, вы знаете, что это обычная практика при предоставлении в аренду земельных участков, поэтому ничего в этом такого нет. Вот по бессрочным договорам пока практика такая, мнение не сложилось, единое, но, тем не менее, вот этот спор пока такой, он присутствует, этот спор пока мы вот не можем как-то в нашем сообществе договориться, формально, да, можем не применять, поэтому никто нас не накажет, аудиторы тоже, да, мы не сможем вам ничего сказать, что там вы неправильно делаете, но, тем не менее, вот есть такое мнение, опять сходите из своих задач. Виктория, вижу, есть какой-то… Да, да, есть вопрос как раз в продолжение темы. Инна спрашивает, если мы включили в ППА неотделимые улучшения и амортизируем ППА по сроку договора, то как быть в случае пролонгации договора аренды или перезаключения на новый договор? Это пересмотр, это пересмотр, это пересчет. Есть, опять-таки, сейчас скажу, это тоже БМЦшная рекомендация, есть по поводу модификации договора аренды, да, какие модификации приводят к пересчету ППА и обязательства, какие корректировки договора не приводят к пересчету. Тоже не поленитесь, посмотрите, там очень понятно, очень подробно написано. Ну, в частности, если срок продлевается, то по-хорошему мы должны осуществить пересчет. Это модификация договора, и мы должны сделать пересчет. Пересчет ППА и пересчет обязательства по аренде. Это касается же и стоимости. Если стоимость изменилась, то это тоже модификация, которая приводит к пересчету. Но если вы залезете в эту рекомендацию, там прям первое, второе, третье указано, что приводит, что не приводит, что является компонентом аренды, что не является компонентом аренды. Поэтому в вашем случае это будет пересчет. Это касается и валютных курсов, это касается индексации. Когда, например, есть у меня зависимость арендной платы от курса, или там предусмотрено в договоре, что ежегодно производится индексация в зависимости от уровня потребительских цен, или от ставки рефинансирования, или еще от чего-то, от той величины, которую я сейчас не могу определить, то это тоже будет являться условием пересчета. Другой вопрос. Вот у нас на прошлом вебинаре, кстати, задавал коллега вопрос. Он спрашивал, нужно ли мне делать сразу оценку ППА и обязательства по аренде, если у меня, в общем-то, все вводные данные есть. То есть у меня указано, что арендная плата 100 рублей, скажем. В договоре написано, что каждый год у меня будет повышаться на 10% арендная плата. Еще какие-то обстоятельства, которые уже видны сейчас. То есть я их могу уже сейчас оценить. Вот в этой ситуации, да, я сразу должна делать пересчет. То есть, например, если у меня договор на 5 лет, я знаю, что каждый год у меня все больше и больше будет арендная плата, и я знаю, что она будет больше на 10%. Первый год у меня 100 рублей в месяц будет, второй год 110 рублей в месяц, следующий год 121 рубля в месяц. Поэтому вот дальше я просчитываю уже в этих условиях. Если условия неизвестны, то я жду наступления этого условия или этих признаков, что там у меня какие в договоре есть, и уже пересчитываю после наступления. Поэтому, вероятно, в вашем случае, да, это пересчет, это модификация. Спасибо. Пока все. Так, про налоговый учет я хочу здесь коснуться в связи с чем, потому что такая ошибка тоже встречается, и она больше связана не с порядком, там, и не со сроками отражения этих доходов и расходов, а связана больше с тем, что есть изменения в налоговом кодексе по поводу порядка отражения расходов на лизинговые платежи. Да, поэтому обратите внимание, кстати, многие компании, которые лизинговые получатели, вот не в курсе до сих пор вот этих изменений, и мы уже встречались с такими ошибками, что по договорам, которые у нас заключены с 1.1.2022 года, договор лизинга, да, лизинговые платежи включаются в расходы полностью, амортизация по ним не начисляется. Но понятно, что это связано с тем, в том числе, что у нас новый порядок учета по 25-му, вы знаете, что лизингодатель в ряде случаев списывает основное средство и признают, чьи вычистую инвестицию в аренду, да, поэтому амортизация там определенным образом трансформируется в связи вот с этим вступлением 25-го ФСБУ, ну, как мне кажется, да, может быть, там какая-то была другая задумка. Мне кажется, что в связи с этим. А по договорам, которые у нас старые, договоры лизинга, которые до 1.1.2022 года заключены, амортизация начисляется, и лизинговые платежи у нас за вычетом амортизации продолжают учитываться, поэтому обратите внимание, пожалуйста, следите у себя эту ситуацию, да, то есть с 1.2.2022 года лизинговые платежи у нас в расходы полностью, никакой амортизации мы не ориентируемся. Так, еще вопросы есть. Класс, давайте, я жду. Так, вопрос от Татьяны. Подскажите, эксплуатационные расходы входят в ППА или только фиксированная часть, минимальный гарантированный платеж? Переменные расходы в ППА не включаются, верно? Со стороны арендатора спрашивают, то есть у арендатора в ППА. Эксплуатационные расходы, если они зафиксированы, они регулярны, мы никуда не денемся, может быть, могут включаться в ППА, переменные верно не включаются. И еще один вопрос, да, при пересмотре ППА, бухгалтерской стоимости, как быть с налогом на имущество по неотделимым улучшениям? Ну, видимо, тоже со стороны арендатора. А как быть? А как быть? Никак не быть. У меня же есть, да, у меня есть по бухгалтерскому учету, если у меня по бухгалтерскому учету происходит, не по кадастру, да, это вся эта визит-расчет, то как у меня менялась стоимость, так и будет меняться налог на имущество. Здесь, Виктория, мне кажется, да? Здесь нужно смотреть, да, вот я так понимаю, что когда мы сначала вложились в арендованные объекты, у нас нет отдельного объекта основных средств, то здесь нет налога на имущество. А когда все-таки мы сначала получили в аренду, а потом произвели неотделимое улучшение, то Минфин пишет, учитываются у арендатора и облагаются по среднегодовой стоимости до тех пор, пока арендатор не передаст объект обратно, ну, то есть неотделимое улучшение арендодателю. Поэтому вот здесь вот так. Ну, соответственно, как будет меняться в бухгалтерскому учете вот эта среднегодовая стоимость, так и будет меняться у меня наук на имущество. То есть неотделимое улучшение, если говорить аналогии на имущество, они оторваны, по мнению Минфина, от самой недвижимости. Это самостоятельный объект, который облагается по среднегодовой стоимости, даже есть сама недвижимость, облагается по кадастровой. Вот, то есть здесь нужно различать, да, сама недвижимость, она облагается только у собственника, только у арендодателя, а вот неотделимые улучшения, которые должны учитываться у арендатора, да, вот именно Минфин считает, как самостоятельный объект, вот, они должны облагаться по среднегодовой. Вот такие, по крайней мере, разъяснения дает Минфин. На мой взгляд, с этим можно спорить, учитывая изменения в бухгалтерском учете, да, но пока судебной практики нет, конечно. Ну, здесь опять, смотрите, ППА может меняться как в сторону уменьшения, так в сторону увеличения, поэтому, может быть, не всегда плохо, что мы можем по бухгалтерскому учету среднегодовую, да, может быть, у меня наобно имущество уменьшится в каких-то ситуациях. Поэтому не всегда это плохо, может быть, хорошо. Еще есть вопрос, Виктория? Виктория ППА, ну, вообще может, ну, на мой взгляд, не облагаться налогом на имущество, да, вот речь идет о, по крайней мере, тех неотделимых улучшениях, которые уже произведены. Ну, в смысле, которые как по шестому учтены. Или я просто путаю, да. Нет, если по шестому, по 6-2020, то да, это одна история. Если учтены по, ну, опять-таки... То есть, вот давайте я уточню, как не знаток бухгалтерского учета. Я правильно понимаю, что если я взяла в аренду недвижимость, все, вот взяла в аренду, теперь произвожу неотделимые улучшения, то ППА у меня, вот я ничего с этим ППА не делаю. Ну, если так, как дилетант. То есть, у меня нет ППА у меня только, когда я вложилась еще как бы вот как инвестиции, да. На стадии, да. Ну, опять же, а здесь вопрос тогда... А здесь тогда вопрос возникает, а что это вообще за основное средство такое неотделимое улучшение, если я арендую, как бы, да, то здесь шлистой тоже не очень-то работает. Да, вот многие эксперты говорят, то есть, вообще можно действительно это учитывать как основное средство. То есть, ну, собственно говоря, что такое? Некоторые говорят, ну, допустим, что это основное средство, потому что стоимость у нас там, например, выше, да, стоимости, которую мы для себя определили для основного средства. То есть, и срок полезного использования неотделимых улучшений будет там выше, да, 12 месяцев. То есть, это вот неотделимое улучшение, давайте признаем основным средством, да. Ну, и, видимо, и Минфин тоже на это намекает, раз говорит о том, что неотделимое улучшение, давайте облагать налогом на имущество как посредний выдаватель. Они, конечно, могут намекать. Как основное средство. Конечно, могут. Ну, не должен намекать, прям письма есть, да. Да, то есть, поэтому... Ну, смотрите, вот здесь опять у меня-то... Можно спорить, но... Бискуссионный. Бискуссионный, согласна, да, да. А у меня следующий вопрос возникает. А инвентарный ли это объект? Да, вот даже в экономическом смысле. Я вот с этим основным средством, я что потом с ним буду делать? Вот оно что из себя представляет, вот это основное средство? Даже если я его заберу, я его отданю-то все равно. Ну, нет, ковыряю. Да, о том и речь, что, в принципе, мне фактически не принадлежит, да. То есть, если я считаю, что это неотделимое улучшение, то у меня прав собственности на него нет, да. Это сразу арендодателя. И скажу честно, я давно возмущалась, но вот даже когда речь шла о налогообложении недвижимости по кадастровой стоимости, да, Минфин давал разъяснение. Извините, наплевать, что у арендодателя это имущество облагается по кадастровой стоимости. То есть, по идее, кадастровая стоимость должна учесть и все мои неотделимые улучшения, да, которые арендатор произвел. Это же рыночная стоимость со всеми неотделимыми улучшениями. То есть, Минфин говорил, ну, не важно. То есть, у арендатора все равно это объект по налогу на имущество, это основное средство, это кусок недвижимости. Даже ФНС разъясняла, как отразить это в декларации по налогу на имущество, да. Ну, то есть, вот, все возмущаются. Я тоже, я тоже возмущалась. Да, все возмущаются, ссылаются на старые, там, еще определения высшего арбитражного суда, когда все мы рассчитывали именно налог на имущество со средней годовой стоимости. Вот, до сих пор налоговики на него ссылаются. Поэтому, ну, как это, вся надежда на новую судебную практику все-таки, да. И по новым ФСБУ, и по, как бы, вот, по кадастровой стоимости, по той недвижимости, которой облагалась, да, вот, вся надежда на судебную практику, что, может, все-таки кто-то оскорит из арендаторов, что не надо облагать, да, неотделимое улучшение налогом на имущество. Ну, вот, пока официальная позиция такова, да. То есть, давайте будем говорить, вот, если бы я была налоговиком, я бы сказала, мне, извините, все равно, чего вы там учли в бухгалтерском учете, да, обновишь неотделимое улучшение в арендованное имущество, заплатить налог на имущество по среднегодовой, да. Вот, то есть, такая ситуация вполне может быть, допускаю. Ну, на разъяснениях Минфина. Да, у нас была тоже вот эта дискуссия непосредственно даже не только по неотделимым улучшениям, а на начало вступления в 25-го ФСБУ, в принципе, то есть, с 19-го года, 19-й год, 20-й год велись вообще, в принципе, дискуссии по поводу того, кто должен платить в целом налог на имущество по передаваемому активу. И было такое мнение, которое меня возмущало глубоко, что арендатор, что, типа, он же использует это основное средство, этот актив, поэтому он и должен платить налог на имущество. Да, вот эта дискуссия, видимо, тоже там всех, все возмущались, она длилась достаточно долго. И вот, смотрите, у нас вот есть 18-го мая 22-го года письмо, а потом все пришли к этому, в общем-то, да, что это, ну, это странно. То есть, кто собственник, тот и должен платить налог на имущество, по большому счету. Ну, было разъяснение Минфина, который сказал, что если у обоих, да, учитываются в качестве основного средства арендованное имущество, то пусть платит собственник-арендодатель. Ну, да, и только вот с 22-го года это официально закреплено в налоговом кодексе, что налог на имущество платит арендодатель. Да, есть письмецо вот такое майское. Ну, я говорю, что в аналогичной ситуации, когда по кадастровой стоимости налог должен платить собственник, а ни в коем случае не арендатор, да, с недвижимостью. Вот Минфин и тогда разъяснял, что по неотделимым улучшениям ребята, да, это отдельный объект, да, в котором... Ну, я думаю, что все это трясется, все это трясется еще, потому что это нелогично, да, неотделимое улучшение не ходит без арендованного имущества. Это как бы взаимные такие вещи, куда его денут. Поэтому, коллеги, да, вот по поводу неотделимых вопрос, видите, висит в воздухе. Ну, да, я тоже согласна с Викторией, что, скорее всего, будут суды, потому что, ну, это очевидно, очевидно, логично, что где имущество арендуемое, там и в ту же сторону нужно смотреть и в отношении неотделимых. По самому, по самой недвижимости, по самим активам, да, мы с вами вот уже проговорили, что, да, арендодатель, лизингодатель, он налогооблагает налогом на имущество вот этот актив, оно и есть. Вот. Поэтому, коллеги, Виктория, если нет вопросов больше, да, если мы на все ответили, если сейчас еще в процессе, я пока побуду с вами, появятся вопросы, я еще здесь и готова буду ответить. Вот, поэтому всем спасибо. Задавайте вопросы. Спасибо, что у меня активный, очень, чат такой прекрасный, мне очень понравилось, я люблю вопросы, сами, видите, мы с вами можем доковыряться до истины какой-то, когда мы с вами дискутируем, отвечаем на вопросы. Поэтому спасибо. Я еще хотела рассказать о спецпредложениях для всех наших участников. Конечно, поэтому я вот хочу Виктории передать слово, я пока здесь буду, так что если у вас какие-то вопросы возникают, пожалуйста, коллеги, пишите, я еще буду здесь. Я сейчас Виктории передаю слово. Вот продолжение как раз нашей темы, да, мы сегодня, то есть Ольга остановилась только на некоторых вопросах, которые возникают при проведении аудита по новому ФСБУ, и я понимаю, что каждая ситуация уникальна, да, и именно поэтому у нас сейчас плотный график на проведение первого этапа аудиторской проверки, то есть все хотят как можно быстрее узнать, правильно перешли на новое ФСБУ или нет, чтобы не накапливать ошибок. Безусловно, всем тоже рекомендую начинать первый этап аудиторской проверки как можно раньше. Конечно, мы хотели бы, чтобы этот этап, да, и вообще аудиторская проверка была в нашей компании, тем более, что если вы выразите желание рассмотреть договор на аудит с нашей компанией до 30 сентября, то сможете получить подарки. Это подписка в курсе дела, это безлимитный доступ к нашим круглым столам и к материалам прошедших круглых столов, я чуть позже расскажу. И абонемент, хочу все знать, если заключите договор на проведение системно-комплексного аудита с расширенной финансовой страховкой. Я тоже расскажу, здесь включаются и консалтинг в том числе, вот такие вот у нас будут подарки. Но можно вернуть предыдущий слайд, я прежде всего расскажу вообще, ну то есть подарки, это понятно, это замечательно, но прежде я хочу рассказать, почему наши клиенты, то есть какие отличительные черты аудита выделяют наши клиенты. Я бы сказала, что их вот в основном две я бы выделила, это первое, я уже сегодня говорила, аудит с человеческим лицом, когда наши аудиторы, да, они просто выявляют ошибки и уже в отчете, да, написали, какие ошибки, они разговаривают с клиентами в процессе, то есть говорят о том, какие ошибки, да, почему эти ошибки и как их исправить, то есть помощь в моменте. И это отмечают многие компании, что действительно человеческий подход у аудиторов, да, ну и самое главное, наверное, это сейчас особенно остро такая тенденция наметилась, мы недавно встречались с руководителями, с собственниками компаний, и они говорят о том, что мы хотим платить именно за системно-комплексный аудит со страховкой от налоговых претензий, то есть с расширенными финансовыми гарантиями. Почему и что это такое? То есть что ценят наши клиенты? Вы видите, какая сейчас ситуация, понятно, что бюджету нужны будут деньги, да, и поэтому налоговый контроль усилится, и налоговый контроль усилится прежде всего на добросовестных налогоплательщиков, на тех, кто может заплатить доначисленные суммы. Многие это отметили, да, и, конечно, мы будем там судов ждать по налогу на имущество, вот, по неотделимым улучшениям, но тенденция очевидна, да, бюджету нужны деньги, поэтому, так сказать, и по неотделимым улучшениям платите, и в тех случаях, когда, как бы, спорная ситуация, то есть налоговые органы будут предъявлять, в том числе и необоснованные претензии к налогоплательщикам, да, и практика показывает, что те налогоплательщики, у которых мощная юридическая поддержка, которые дают отпор незаконным претензиям налоговой, наспаривают, да, то есть защищают свои права, то есть интерес налогового органа значительно ослабевает, то есть когда они видят вот такой, да, отпор на, возможно, незаконные действия. И поэтому, собственно, мы хотим, чтобы у нас была идеальная налоговая отчетность, для этого мы хотим именно заключать договор на проведение системно-комплексного аудита с углубленной проверкой налогового учета и страховкой проверенного периода, то есть я уже вначале говорила, да, если мы, если по проверенному периоду налоговые органы что-то доначисляют, мы предоставляем наших юристов, которые отстаивают ваши интересы в налоговой инспекции, и если отбить доначисление не удастся, компания «Ингостраф» компенсирует штрафы и пении. И поэтому собственники и руководители говорят, мы за стабильные доходы, да, то есть чтобы вот эти доначисления, да, и вот эта нервотрепка со спорами с налоговой не выбивала нашу компанию из колеи, да. И когда мы говорим про страховку, некоторые выражают сомнения, да, ну вот как бы замечательно все на выгляде, да, страховка есть у вас в «Ингострах», да, на случай, если оспорить доначисление не удастся. А кто знает, как она будет работать на практике, да, знаем мы страховые компании, когда идет до дела, скажут, что не страховой случай. Вот здесь хочу сказать, что наша страховка действительно работает, и нам, не знаю, к счастью, к сожалению, удалось это проверить на практике. То есть у нас буквально вынуждено признать, буквально недавно был страховой случай, случился, то есть аудитор просмотрели, что компания весь налог на прибыль перечисляла по месту нахождения головы, не распределяя на обособленное подразделение, просто для такой крупной компании, видимо, никто не предполагал, что такая, да, ошибка, то есть налоговую базу проверили, все, да, никаких претензий по базе нет налоговой, а налог перечисляли не туда. И это обнаружил новый главу, конечно, кому претензии? Аудиторская компания, то есть к нам, понятно, мы тут же подключили наших налоговых юристов, буквально за две недели компания провела, то есть налоговая, да, при участии компании наших налоговых юристов провела межбюджетный зачет излишнеуплаченного налога в голову в обособленное подразделение, компании только начислили пени, и эти пени без судебных разбирательств, да, то есть компания Ингострах признала страховой случай без судебного разбирательства и выплатила нашим клиентам 2 миллиона 800 рублей до начисленных пени, да, то есть если бы клиент проводил обычный аудит или там аудит, да, там в другой компании, даже со страховкой, то вот эту компенсацию, конечно, никто бы ему не выплатил. Почему? Потому что если у компании аудиторской вообще нет страховки, то клиент может получить компенсацию из резервного фонда, только если через суд докажет, что там некачественный аудит нанес вред пользователям бухгалтерской отчетности, а не самой компании. То, что бухгалтер, как это, не туда перечисляли налог на прибыль, не нанесло вред, да, пользователям бухгалтерской отчетности, поэтому здесь вряд ли, да, удалось бы взыскать такие деньги даже из комбинационного фонда саморегулируемой организации. И если даже аудиторская компания замечательная, да, то есть вот это безусловно повышает рейтинг аудиторской компании, страхует свою ответственность, то посмотрите договор. Как правило, это делается на сумму цены аудиторских услуг, да, то есть если вы за аудит заплатили 400 тысяч, и у вас случится вот такая ситуация, как у нас, то в лучшем случае аудиторская компания или страховая компания вернет цену аудита, да, в моем примере 400 тысяч, но не 2 миллиона 800 тысяч рублей. Поэтому мы убедились, несмотря на то, что мне неприятно говорить о том, что у нас страховой случай, да, но мы убедились, что страховка действительно работает, и если вы хотите застраховать себя, да, то есть от налоговых претензий, от в том числе, возможно, необоснованных претензий налоговых органов, и застраховать, можно сказать, стабильность своих доходов от нежданных до начислений, я всем искренне рекомендую проводить аудит именно с расширенными финансовыми гарантиями, системно-комплексный аудит. Если вы перейдете по QR-коду, который у вас сейчас на экране, то буквально за одну минуту, поставив 4 галочки, вы на электронную почту получите расчет приблизительной стоимости аудиторских услуг в нашей компании. Вот, ну а теперь, да, о подарках. То есть, почему говорю, если вы выразите желание, да, вот до 30 сентября заключить с нами договор на аудит, то при заключении договора вы получите подарки. Ну, потому что до 30 сентября уже мало времени, и руководство, безусловно, пойдет на встречу, то есть, если вы сейчас сделаете расчет стоимости аудита, да, уже менеджеры наши вас зафиксируют, что вы интересуетесь этим, то вот эти подарки сохранятся, в том числе и на октябрь, то есть, если вы заключите договор на проведение аудита в октябре. Что это за подарки? Чуть подробнее. Это подписка в курсе дела, то есть, это безлимитный доступ к нашим круглым столам на 3 месяца, их более 12 за этот период, и мне кажется, что немаловажно это доступ к нашей базе знаний, где есть материалы прошедших круглых столов, причем это не только видеозаписи и презентация спикеров, но это и конспекты, то есть, нет времени смотреть, можете прочитать, о чем шла речь на круглом столе, и если говорить, например, о круглых столах, прошедших Ольге Легоньковой, да, то это круглые столы и по ФСБУ и аренды, и для арендодателей, и для арендаторов, и по шестому ФСБУ, и что самое ценное, я знаю, что ко всем материалам круглых столов Ольга приложила, да, ну, там, может быть, к шестому или там, двадцать пятому, не помню, да, если что, Ольга поправит, есть электронные таблицы для правильного перехода по новым ФСБ, на новое ФСБУ, которое вы можете скачать, да, и применять в своей практике, есть образцы справок бухгалтера, то есть, опять же, по применению новых ФСБУ, которые следует оформить в компании, и Ольге еще тоже будет много круглых столов, которые вы сможете посещать, или бесплатно, если станете нашими клиентами, мы вам подарим подписку в курсе дела, да, вы также можете скачать вот эти, из базы знаний, те материалы, которые Ольга разработала, для компаний, вот, или вы можете, если вдруг не готовы заключать договор на аудит, приобрести сейчас до 30 сентября подписку в курсе дела всего за 9900 рублей, и всей компании смотреть круглые столы наши, да, тоже можно перейти по QR-коду на наш сайт и заказать приобретение подписки в курсе дела. Абонемент, хочу все знать, который мы будем дарить тем клиентам, которые заключат договор на проведение системно-комплексного аудита с расширенной страховкой, с расширенными финансовыми гарантиями, он включает в себя не только подписку, да, то есть доступ безлимитный к круглым столам, но и с 6 часов консалтинга и также горячую линию в нашем закрытом телеграм-канале, где вы можете задавать вопросы спикерам, аудиторам и налоговым юристам. Вот, и я как руководитель отдела консалтинга хочу сказать, что это действительно хорошее предложение, это и хороший подарок, а если, да, вы эту подписку можете купить и самостоятельно, если не готовы заключать договор на аудит. До 30 сентября подписка, хочу все знать, простите, абонемент, хочу все знать, стоит у нас с большой скидкой 39 900, то есть вот как руководитель отдела консалтинга могу сказать, что это щедрое предложение, потому что 1 час консалтинга по прайсу у нас стоит 10 500 рублей, то есть 6 часов, 1, да, то есть 6 часов консалтинга получается 63 000 и плюс еще безлимитный доступ к круглым столам и к базе знаний, поэтому всем рекомендую воспользоваться этим предложением или получить абонемент в подарок, заключив договор на аудит. Ну и я думаю, что всем сегодня, безусловно, понравился наш спикер Ольга Легонькова, если вы хотите еще раз быть на мероприятии Ольги, то в презентации вы увидите, если мне Ольга пролистнет, я сама не могу это сделать, да, большое спасибо, ближайшее мероприятие Ольги Легоньковой, это круглый стол по 25 ФСБУ для лизинга дателей. Ну, как я уже сказала, в базе знаний у нас есть уже масса круглых столов Ольги, где на практических примерах она разъясняет, как быть арендатором, арендодателем по 6 ФСБУ, то есть масса-масса полезной информации. И также хочу заметить, что если вы пока не готовы, да, ни на договор, на аудит, там, предположим, не хотите, пока не знаете, что такое подписка, в курсе дела или абонемент, хотите попробовать или ближе познакомиться с нашей компанией, то для всех участников сегодняшнего вебинара у нас еще один как бы подарок, то есть если вы никогда не были еще на наших круглых столах и хотите их посетить, вы можете записаться, и первое участие в нашем круглом столе для всех участников сегодняшнего вебинара бесплатно, для этого нужно менеджеру, вы даже можете на нашем сайте записаться платно, и когда вам позвонит наш менеджер, вы можете сказать заветное слово «Финтакстоп» первое посещение круглого стола бесплатно. Я думаю, «Финтакстоп» вы все запомните, площадку нашего партнера, на которой мы проводим сегодня вебинар. То есть, пожалуйста, познакомьтесь с нашими экспертами и аудиторами на круглом столе совершенно бесплатно, чтобы принять потом возможное решение о дальнейшем сотрудничестве с нашей компанией. И, безусловно, мы будем рады, если вы подпишетесь на наш Телеграм-канал, где мы публикуем проверенные новости, анализ новостей, и если можно пролистнуть, мне Ольга, по-моему, у нас есть слайд, с подпиской на наш Телеграм-канал, и там же мы публикуем записи бесплатных вебинаров, которые вы сможете посмотреть. И вы тоже можете задавать вопросы на нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе дела. Конечно, еще раз не буду скрывать, что мне хотелось бы, и, думаю, Ольге тоже, чтобы все участники сегодняшнего вебинара были нашими клиентами по аудиту. И я смотрю, есть еще вопросы. По поводу материалов, у нас есть материалы и по шестому, и по двадцать пятому, коллеги, поэтому... Да-да, и самое главное, электронные таблицы, я знаю, в бешеной популярности пользуются, все есть, поэтому всем рекомендую или получить подарок, или можете приобрести доступ к нашим круглым столам и к материалам круглых столов Ольги Легоньковой эти материалы скачать. Всего за 9 900 на 3 месяца. То есть по всем вопросам обращайтесь прямо или на сайте, можете вопрос задать, сайт компании «Правовест-аудит», если вдруг прямо сейчас там что-то не скачали, не увидели. У вас будет презентация наша, мы вам еще раз напомним, наверное, о себе. И я думаю, что такую возможность выпускать не стоит. И опять же, если вам нужен действительно полезный аудит, проведите его с максимальной пользой. То есть не просто получите аудиторское заключение, что у вас все хорошо, а проведите с максимальной пользой, чтобы вы были уверены, что у вас с налогами все хорошо. И в случае чего вам будет, то есть будет кому вас защитить, проводить именно со страховкой от налоговых претензий. Вот, Ольга, я думаю, что в принципе все вопросы у нас. Подождите, подождите. А, вот 13 вопрос. А, мы уже видели при пересмотре ППА. Все, прошу прощения, зарапортовалась уже. Все, вопросов у нас нет, я имею в виду в чате. Большое спасибо, что слушали. И до новых встреч. Да, всем всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова